Всем привет! Это Мета ТВ. У нас 43-й эфир и на этот раз гостем будет жена зависимого от азартной игры человека. Это второй раз за все время проекта, когда мы говорим о последствиях лудомании со зависимым человеком в лице супруги. Также в рамках проекта у нас был эфир с одной из матерей, которую я всем рекомендую посмотреть. В целом тема созависимости очень недооценена и ей практически нигде не отдается должной огласке. А ведь именно созависимые люди больше самих зависимых бьют тревогу, пытаются разобраться с ситуацией, по мере возможностей решают проблемы и обращаются за помощью куда только могут. На мой взгляд, обсуждая тему игровой зависимости, мы должны все больше и больше говорить с родными и близкими. Мне очень интересно, что думает на этот счет наш зритель, а потому делитесь своим мнением в комментариях под этим и другими эфирами и поспособствуйте заодно продвижению всего проекта на просторах ютуба. Чем больше активности вы проявите при просмотре, тем больше людей узнает про данную проблему. Кроме того, подписывайтесь на наш телеграм-канал, вступайте в наш чат, где мы помогаем разбираться с проблемами игровой зависимости. Подписывайтесь на этот канал, включайте уведомления и знайте, что ваша оценка крайне важна для нас. Всем хорошего просмотра. Привет. Привет. Представься. Меня зовут Марина, я из Санкт-Петербурга, мне 26 лет. Я работаю на дому, занимаюсь разработкой сайтов, интерфейсов для мобильных приложений, отрисовываю дизайн и вот это вот все очень творческое. Марина, с какой целью ты решила принять участие в этом проекте? Это было очень непростое для меня решение, но я поняла, что если бы я увидела подобное интервью тогда, когда спасала человека, возможно, я бы перестала спасать намного раньше, чем я потратила времени, потому что созависимость это тоже очень жесткая штука, которая где-то и похлеще лудомании. О каком человеке идет речь? Уже о бывшем муже, получается так. Для начала чуть подробнее расскажи о себе и о своей родительской семье. У меня полная семья, отличное отношение с родителями, особенно с папой, с папой с самого детства, он прям для меня авторитет и пример во всем, он всегда меня поддерживает. Также у меня есть младшая сестра, мы у него такие две принцессы, самые лучшие, там, за любую движуху он поддержит, в том числе он поддержал меня и в этой ситуации. Вот. Семья у меня очень классная, очень дружная, мы собираемся на все праздники вместе, мама готовит большой ужин. Очень классно. Я рада, что они у меня есть. Как и когда ты познакомилась со своим уже бывшим мужем? Мы на самом деле учились в одной школе, но мы не общались. Потом мы были в одной компании, но он такой, он очень замкнутый человек, очень молчаливый, поэтому мы особо тоже не общались. Мы отмечали Новый год, кто-то забыл у меня дома ключи, я сфоткала ключи, отправила всем, кто был в этой компании, в том числе ему. Так мы заобщались. Он очень красиво ухаживал, там, постоянно цветочки какие-то, что-то старался, там, готовил, мне привозил. И, в общем, это такие вот, очень романтичное начало отношений было. И он очень быстро предложил съехаться. Я сначала, нет, нет, зачем? Я жила в общежитии тогда, там, душ по очереди, по расписанию, до 12 надо успеть. А у него была на тот момент своя квартира, студия, которую мы купили родители, чтобы он учился. И он меня позвал сначала там остаться ночевать, потом я приболела. Он такой, да чего ты поедешь в свою общагу? Оставайся еще. Потом, да перевози уже вещи. Ну, то есть он как-то стал инициатором того, чтобы вот мы съехались. Но потом началось веселье. Его мама была очень против меня, как кандидатуру его потенциальной жены. Она запретила нам там жить. И тогда мой молодой человек, он сказал, я хочу с тобой жить, но снимать мы не могли, так как мы оба были студентами. Мы жили с моими родителями. Они тогда только переехали в Питер. Было очень сложное финансовое положение. Мы жили в однушке. Мы спали на кухне, на диване, который раскладывался. Он занимал вообще всю кухню. То есть мы его собирали с утра. Это была уже кухня. А вечером становилась спальней. И вот мы жили там, пережили очень-очень много всего. Мы 7 лет были в отношениях. И было классно. Как ты думаешь, почему именно он тебе понравился? Потому что я влюбилась сначала в отношения к себе, уже потом в человека. То есть это не было такого, что там бабочки в животе, все дела. Нет. Просто он мне показал такое отношение, какого раньше у меня в отношениях не было. То есть вот эти ухаживания, забота. Он приезжал меня, забирал там с работы на другой конец города, просто чтобы меня там довезти до общежития. Хотя объективно мне доехать было ближе. То есть просто на транспорте. А он ехал через весь город, чтобы меня отвезти. То есть какие-то такие вот моменты. И постепенно я привязалась, и это стало уже какое-то более крепкое чувство, когда это уже родной, близкий человек. То есть как будто мы там... Ну я собиралась с ним всю жизнь прожить, как бы. Но получилось так, как получилось. А теперь расскажи про его родительскую семью и его отношения с родителями. У него семья с виду, когда я только с ними познакомилась, очень хорошие люди. Позже, когда я уже стала с ним ближе общаться, спрашивала про его детство, я поняла, что там такая модель семьи, я бы сказала, это матриархат. Ну его мама очень... По виду вообще не скажешь, она божий обыванчик. Но она очень такая властная женщина. Она не терпит, чтобы было не по ее. Его папа, он просто такой добряк, как бы. Но у них в семье однозначно рулит мама, она зарабатывает деньги, она всем заведует, а папа как бы занимается хозяйством. И у меня лично сложилось такое ощущение, по рассказам о детстве, что вот мы его молодого человека растили просто удобным ребенком. Вот чтобы жил и не отсвечивал. То есть он знал, что если он получает тройку или двойку, он придет домой, его отлупят. То есть он принимал это как данность. То есть вот такие правила игры. Не было речи о том, а что он хочет. То есть ему говорили, что делать. Собственно, я думаю, поэтому он выбрал профессию военного, потому что там дальше так же говорят, что делать. А родители у него по профессии кто? Ну, папа занимается домом, а мама, она работает, я не могу сказать кем, но в области юриспруденции. На высокой должности? Да. Он рассказывал тебе, когда вы оставались наедине, о каких-то неприятных эпизодах из своего детства, о которых он помнит до сих пор? На самом деле, что очень удивительно, он практически не помнит своего детства вообще. Я там спрашиваю, что... Ну, вот такой возраст, знаешь, типа подростковый, когда 10-15 лет вот так. Что-то много всего происходит. У меня там своя группа была, там постоянно что-то собирались. Очень много событий. Говорю, можешь что-нибудь вспомнить? Вот такой вообще ничего. Единственное, что он помнит, когда совсем был маленький, что ему отводили уголок, где он может играть. Он там играл, там собирал игрушки. То есть вот за определенную линию он не мог заходить. Ну, по мне, так это жесть. Марина, по твоей информации, среди его родных есть кто-то, кто имеет какие-либо зависимости? Да, есть по стороне мамы там зависимости, но они алкогольные. Там всего пару человек, а со стороны папы я не знаю его родню, поэтому не могу сказать. Как ты думаешь, вот его детство не самое лучшее, и то, что среди его родных, прямых родных, есть зависимые люди. Как это повлияло на то, что он в дальнейшем, в своей уже взрослой жизни, стал увлекаться азартными играми? Я думаю, это повлияло напрямую. Это как раз-таки стало таким тотализатором раскрывшихся каких-то детских травм. Я, в принципе, люблю покопаться в психологии. Сама там занималась психотерапевтом. И когда я анализировала то, что происходит у него, я ему там какую-нибудь книжку подсуну, говорю, ну, почитай вот это. Он читает, блин, да, это про меня там была книга про самооценку. То есть как она формируется из детства, как это потом влияет. То есть он и сейчас старался быть удобным. Он на свои желания, в принципе, закрывал глаза. И, скорее всего, то, что он пошел в ставки, он таким образом хотел поднять свою самооценку. Я так думаю. Марин, в какой момент и при каких обстоятельствах ты узнала о том, что он играет? Я поняла, что когда мне кажется, мне не кажется. И первой такой ситуацией стало, когда мы готовились к свадьбе. Мы расписались, но мы никому об этом не говорили. Его родители узнали вообще недавно об этом. Мы расписались, хотели отметить свадьбу вот этим летом. Мы продумывали вообще финансы. И мы договорились так, что с него 300 тысяч, с меня 100-200 где-то так. То есть если чего-то не будет хватать, помогут родители. Благо у меня родители не бедные. И если что, они так и сказали, что если что, мы поможем. И когда уже время шло ближе к свадьбе, там где-то февраль, я говорю, слушай, как у тебя получается откладывать? Ну, вообще, типа, если нет, окей, я там побольше отложу. Он такой, все окей, все под контролем, я откладываю. Я говорю, ну да успеешь там 300 тысяч отложить, чтобы я тоже понимала. Да, все успею, все окей. Потом в марте, по-моему, он создает нам общий банковский счет, куда кидают вот эти 300 тысяч. Говорит, оплачивай там подрядчиков с них. Мы уже всех забронировали, там ведущий, регистратор, там вот это вот все. Он сказал, вот ты можешь с этих денег оплачивать. Собственно, я так и делала. А потом в какой-то момент он выводит постепенно деньги с этого счета, там 50-70 тысяч. Я такая не поняла. Я сразу подруге пишу на панике. Говорю, Маша, это что-то происходит точно. Она говорит, да рано паникуешь, спроси у него, что происходит. Я спрашиваю, у него он такой абсолютно со спокойным лицом. Вот это вот всегда было, то есть он всегда все так логично объяснял. Он говорит, слушай, у меня просто есть другой счет, где процент будет копиться, пускай они там лежат. Просто я буду оплачивать всех подрядчиков. Они такая, ну окей. Я как бы поверила, все хорошо. Еще где-то через неделю я замечаю, что у меня пропали деньги с кредитной карты. Хотя я ею не пользуюсь, она у меня просто лежит. И я зашла в онлайн-банк и смотрю, что там неровная сумма. Я думала, сняли комиссию или еще что-то. Захожу, а там у меня меньше стало на 70 тысяч. Я открываю операции, понимаю, что перевод был вот моим молодому человеку. Ну, уже мужу на тот момент. Я такая говорю, что это? Он такой, да блин, слушай. У меня просто, помнишь, я нам общий счет создавала, у меня есть доступ к твоим картам. И я перепутал свою карту с твоей, что-то перевел. Я уже такая, ну он причем так уверенно все это говорит, все типа так и надо. И я такая, что вообще происходит? То есть я уже понимаю, что это какой-то бред, это нелогичное. Я говорю, покажи, пожалуйста, мне свой онлайн-банк, где отображаются мои карты. Он такой, я не буду тебе ничего показывать. Такая, окей, я звоню при нем в банк на громкой связи, спрашиваю, как вообще были выведены мои деньги. Они говорят, как с вашего телефона обычно. То есть он зашел, мой онлайн-банк, он знал пароль, ввел и перевел себе эти деньги. Когда я уже приезжала к стенке, говорю, что происходит? Он такой, не заморачивайся, я сам все решу, я завтра тебе верну эти деньги. А на следующий день он просто не приезжает домой. То есть с работы он должен был приехать, он просто пропадает. Он отключает телефон, геолокацию, не отвечает ни на звонки, ни на смс. Я понимаю, что уже что-то происходит. Я звоню папе, папа всегда. Своему? Да. Он всегда знает, что делать. Я звоню ему, говорю, так и так. Он говорит, слушай, походу он куда-то влип. Говорит, давай напиши ему, типа, что я тебя поддержу в любом случае, приезжай, давай решать, чтобы он глупостей никаких не наделал. Я ему так и написала. Он приехал, вот такой весь, очень-очень грустный. Говорю, что происходит? Он говорит, я проиграл. Я говорю, что ты проиграл? Вот такой, деньги на свадьбу. А у него еще было отложено на квартиру. Там тоже история у него. Внезапно много денег появилось. Тоже про это расскажу. И говорит, я вот это проиграла. Я говорю, что-то еще, что я должна знать? Он говорит, еще свою кредитку. Я говорю, те деньги, которые ты взял у меня, ты тоже их проиграл? Он говорит, да. А ему как раз еще только-только пришла зарплата. Я говорю, хорошо, зарплата на месте. Он такой, нет, уже ничего нет. Я в шоке, короче. Папа приезжает. Он, конечно, не хотел, чтобы мой папа все это знал. Суммарно. О какой цифре идет речь? Суммарно он проиграл порядка 4-5 миллионов, где-то так. Нет, на тот момент. На тот момент это 200 тысяч кредитка, это мои 70 тысяч, 300 тысяч со свадьбы, 650 на квартиру. То есть, ну опять-таки, то, что отложено на квартиру, на свадьбу, это были чисто его деньги. У меня он взял вот чисто 70 тысяч. Приезжает папа, мы садимся как бы за стол, он говорит, ну рассказывай. Мой муж говорит, что вот так и так, так получилось. Говорит, ладно, очень многие на этом прогорают. Говорит, давай так, я сейчас дочке там своей закрою кредитную карту, чтобы проценты не капали. Говорит, потом с тобой разберемся. Говорит, я могу тебе ее закрыть. Ты мне просто будешь выплачивать, чтобы без процентов. И он отказывается. Говорит, не, не надо меня закрывать. Я сам. Он такой, ну смотри, сам, говорит, свадьбу я вам могу оплатить либо в качестве свадебного подарка, либо там потом отдадите. Как решить. И все как бы окей. Я тогда думала, что все наладилось. Но причем папа сидел ему объяснял, как вообще работают вот эти ставки. То есть он изучил вопрос еще после того, как он взял у меня деньги. Ну, мой муж. Папа изучал этот вопрос, потому что были подозрения, что он ставит. Был период, когда мы общались вот с тем самым другом, который типа зарабатывает. У всех есть такие друзья, которые зарабатывают на ставках деньги, Марин. На самом деле это не так. Да, я причем у него спрашивала напрямую, говорю, да как? Ну, объясни хотя бы просто вот математически, как это возможно? Он говорит, я не буду ничего объяснять, что тебе вот новая машина, не доказательство. Типа вот я чисто на ставках сработала. Я такая, понятно. Говорит, может просто твоего мужа надо научить ставить? Я говорю, не вздумай, пожалуйста. Вот, и мы как-то с ним постоянно общались. У нас есть любимая кальянная, куда мы там все вместе ходим. Если раньше у нас там счет выходил общий, ну, пускай там 5 тысяч, да, и мы все скидывались. Ну, соответственно, я не скидывалась, я платил муж, но остальные все скидывались. И тут мой на тот момент уже муж начинает раскидываться деньгами. Просто я закрою счет, там счет был по 15 тысяч, то есть, и я сопоставляю его зарплату, то, что он нас обеспечивает. Я понимаю, что у меня не сходятся цифры в голове. Я никогда не лезла в его финансы, но тут прям совсем какая-то ерунда. Говорю, откуда у тебя деньги? Он такой, зачем тебе это знать? Главное, что не есть, радуйся, что есть. Я такая, ну, нет, так не пойдет, вдруг там людей убиваешь на заказ, не знаю, что-то еще. Он говорит, нет, все законно, все легально, я их заработаю. Так, хорошо. Говорю, скажи мне, пожалуйста, когда ты мне скажешь, откуда у тебя эти деньги? Он такой, через месяц. Я прям при нем в календарь забиваю дату, тогда там, это было, по-моему, 24 марта. Я забиваю дату, что в этот день ты мне скажешь, откуда у тебя деньги. Вот потом еще появились вот эти 300 тысяч резко. Потом вот эти он показал на квартиру, что он отложил, 650. Я понимаю, что с его зарплатой, ну, это нереально. Он меньше сотки зарабатывает. Ну, как? И резко. И он тогда мне сказал, что он торгует на бирже какими-то акциями и чуть-чуть ставки, но это там незначительно. Типа, видимо, чтобы я не переживала. Я говорю, точно, ну, у тебя все окей с этим. Он такой, да-да. А я не знала тогда вообще, что такое лудомания, что вообще-то могут быть какие-то проблемы. Мне казалось, все парни ставят по чуть-чуть там, ну, типа 100 рублей поставят, когда матч смотрят, вот им весело. Ну, типа, я спокойно к этому относилась. Я поняла, что это проблемы, когда у меня уже с кредитки пропали деньги, когда он проиграл вообще все. Когда долги образовались, кто участвовал в разрешении финансовых проблем и как вы все это закрывали? Изначально, я потом еще узнала про микрозаймы, я понимала, что их надо закрыть в первую очередь. Я закрывала со всех своих сбережений все, что у меня было. У меня такая паника была, когда начали его искать, коллекторы рассылать по друзьям. Там, там, что его ищут, что он в розыске, там, звонить по ночам начали коллекторы тоже. И я говорю, так, давай сядем, напишем, кому ты сколько должен, я сейчас за тебя заплачу. Я говорю, ни в долг никак, ничего не надо. Я заплатила, но у меня тоже деньги имеют свойство заканчиваться. Пришлось подключать моего папу. Я говорю, такая ситуация. Он говорит, хорошо, ну, мой муж уже стал членом нашей семьи, поэтому папа там как и мне бы помог, так и ему. Но они договорились, что вот он в долг. Папа закрыл порядка, ну, около миллиона, наверное, за него. Когда мы уже поняли, что долгов очень много, мы поняли, что мы с папой вдвоем это не вывезем, надо говорить его родителям. Он не хотел ни в какую, он прям упирался, нет, я лучше там займу еще где-то, перезайму, я не пойду к ним. Я говорю, блин, это твои родители. Все равно, каким бы ты ни был, как же там, безусловная любовь, все такое. Даже мой папа предлагал поехать с ним, к его родителям, чтобы правильно это все объяснить. Он говорит, нет, я поеду один. Он приехал, едет обратно. Я говорю, что случилось? Он говорит, у меня нет настроения разговаривать. Я говорю, что тебе сказала мама? Говорит, ну, если коротко, то виноваты вы, ваша семья, предпринимательство, что она мне ничем помогать не будет. Ну, это первая реакция была, потом она ему помогла. Вот, и отправила его обратно ко мне, грубо говоря. То есть тут послала на тот момент. Потом, видимо, она остыла. Она тогда связалась со мной, мы с ней обсудили. Я рассказала то, что знаю я. Мы стали думать, что делать. Для нее это был отличный повод отменить свадьбу, потому что она ее не хотела. Жесть как. И тут как бы вот повод она. Вот, это первое время чумы. Вы что, какая свадьба? У него там столько долгов. Я говорю, если есть такая возможность, почему нет? Ну, тогда мы еще не знали про все-все долги. И в какой-то момент, когда мы узнавали про долги, потом узнали, что у него машина еще в залоге. Когда я предложила ему, говорю, может, чтобы закрыть долги, продадим твою машину? Он говорит, мы не можем ее продать. Говорю, почему? Она в залоге. Я ее заложил в микрофинансы. То есть там за 650, что ли, тысяч. Я говорю, а где эти деньги? Он такой, их нет. И просто, и такое чувство было, что он осознавал в тот момент. Только, что он проиграл. То есть он говорил, что да, и вот этого нет. И он сидит, он просто потерян вообще абсолютно. У него нет связи какой-то с реальностью. И тогда очень сильно, конечно, поддержал мой папа. Сказал, все могут вляпаться. Главное, остановись, пожалуйста. И мы пытались ему помочь. Потом он, слава богу, он вернул деньги папе с продажи машины. Мы ее как бы выкупили. И продали по достаточно хорошей цене. Там тоже я торговалась. Ее покупал перекуп. Это было сложно. Но нормально мы ее продали. Закрыли вот часть за машину. Отдали долги папе. И как бы думали, что на этом история завершится. Ты сказала, что поняла о том, что это проблема, когда с кредитки пропали деньги. Давай еще раз. В какой момент к тебе пришло осознание того, что это не просто одна-две ставки. И не какое-то там временное увлечение, а огромная проблема. Сама я это не поняла. У меня шла стадия отрицания. Я так, да нет, да точно он сейчас все придет, объяснит. Я просто ждала, пока он придет и скажет, это пранк. Все, я тебя проверял. На самом деле там все хорошо. Я до сих пор, мне кажется, жду. Если это пранк, пусть мне скажут, что это пранк, пожалуйста. А то он очень далеко зашел. Я поняла, что это проблема, когда он начал проигрывать уже после того, как все осознал. Он сначала, ему родители, его родители закрыли кредитные карты на 450 тысяч. И он снова их проиграл. Причем с его слов он ставил же, ну он не сразу 450 поставил, ставил там 50, 70. Он ни разу не выиграл. Вот за вот этот вот трип, скажем так, с этих денег ни одного выигрыша. Говорю, ну вот как? Я просто пыталась понять логику. Я начала читать про это. Начала смотреть вот видео, нашла твой канал в том числе. Я не понимала, как работает мозг. Ну вот же, ты же уже кучу денег туда вбухал. Ты проигрываешь. Не очевидно, что не надо дальше закапываться. То есть, ну для меня это очевидно. Мой папа уже, он уже начал злиться. Он рисовал ему эти все схемы. Как работает там процентное соотношение. Что все равно в итоге ты остаешься в минусе. Как бы ты там ни хотела. Но это математика. Бесполезно. То есть, потом мы договорились, что он вот будет зарплату мне отдавать. Первую зарплату он мне перечислил. И оставил себе пять тысяч на какие-то личные расходы. И эти пять тысяч он благополучно также проиграл. Личные расходы? Да, по факту. Лжи как таковой ее не было. Были нюансы. Вот. И тогда я уже поняла, что что-то прям уже серьезное. То есть, я говорю, ты понимаешь, что у тебя зависимость? Он такой, наверное, да. Я говорю, что мы будем делать? Он говорит, я не знаю, что с этим делать. Я говорю, хорошо, давай я найду тебе врача какого-нибудь. По специализирующимся на зависимостях. Я нашла такого человека именно по отзывам своих знакомых. Кого-то он там кодировал от алкоголя, кого-то от курения. И, типа, очень хорошо о нем все отзывались. Я такая, о, надо попробовать. Мы с ним связались. Он говорит, слушайте, я уже не лечу. Но, говорит, меня ваша история так зацепила. Он говорит, я возьмусь. И вот он приходил к этому психотерапевту-наркологу. Приходил он со своими родителями. Этот психотерапевт тоже считает, что у него очень нездоровая семья. И он пытался им объяснить, откуда изначально пошла эта проблема. Ну, естественно, там все отрицают. Нет, у нас все хорошо. И как бы никто не парится. И, собственно, ни к чему это не привело. Он продолжил. Ты в какой момент поняла, что уже не поможешь ему? Когда он проиграл всю свою зарплату, он пришел мне об этом, сказал, я говорю, вот, а нам завтра за квартиру платить, аренду. Я говорю, что будем делать? Он говорит, я займу. Я такая, ну, серьезно? Занять на аренду квартиры? Я говорю, ты же их опять проиграешь. Нет, не проиграю. Я говорю, ладно, я закрою этот вопрос. И, соответственно, я платила весь месяц там за квартиру, за еду. Ему давала на карманные. И в один момент я смотрю, у меня на карте осталось тысяча рублей. А у нас до зарплаты еще там дней 10 до его зарплаты. На самом деле у меня, конечно, есть еще на других картах. Просто, ну, как раз такой момент был. Я говорю, слушай, вот у меня осталось последние тысячи рублей. Говорю, пожалуйста, давай как-то поэкономнее будем. Ну, что-то как-то это, да, я все понимаю. Я полностью не прав. Я постараюсь, чтобы следующая зарплата осталась вся. Я там сделаю все для этого. Говорит, дай мне только 300 рублей там на проезд. Вот, я постараюсь как-то распределить на эти 10 дней. Я говорю, окей. То есть он знал, что это практически там последние деньги. И я сижу дальше, работаю за компьютером. И я боковым зрением вижу, что он что-то ныкается в телефоне. Я говорю, а что ты там делаешь? Ничего. И спрятал. Ну, я говорю, как ребенок какой-то, нашкодивший. Я говорю, телефон дай сюда. Я не буду тебе ничего показывать. Ты мне не доверяешь. И, короче, пытается мне на чувство вины надавить. Я говорю, телефон дай сюда. Нет, не буду. Я говорю, ты поставил их? Нет, не поставил. То есть он прям нет. Отрицает вот и все. Я говорю, тогда покажи, что они у тебя просто. Я говорю, я не буду лазить по твоему телефону. Покажи мне, что они у тебя лежат на счету. И, короче, вот эта вся демагогия длилась минут 30-40. Я его уговаривала показать телефон. Он такой, не покажу. И, короче, потом он признался, что да, он поставил эти 300 рублей. То есть, по сути, мы живем весь месяц за мой счет. Я ему еще даю сверху денег. И он их ставит. И тут я поняла уже, что, ну, все. Это человек теряет человеческий образ. Он у самых близких забирает последнее. И ему все равно. Ему все равно, как я себя чувствую. То есть ему плевать не на меня, по сути. И когда я это поняла, у меня рациональная моя часть, она понимала до этого, что надо валить, какая-то жесть. Но внутренний ребенок, который привязался к этому человеку, который видел в нем тепло, поддержку, заботу, он очень сильно сопротивлялся. И когда произошла вот эта ситуация, мой внутренний ребенок сказал так, ну, все, стоп. Нас тут не любят. И психанул. И после этого я спокойно, без истерик, сказала ему, что завтра ты приходишь с работы, собираешь свои вещи, я тебя отвожу к маме. Потому что для меня это знак неуважения. То есть то, что ты так поступаешь, я стараюсь тебе помочь, всячески там пыталась поддерживать. Но это бесполезно. Ну, то есть это не приносит ничего, и ты проигрываешь, взяв у меня чуть ли не последние деньги. Тогда вот я поняла, что я не готова больше спасать. И каждый раз, когда я натыкалась на какое-то видео про лудоманию, у меня их было много в рекомендациях. Я такая так, стоп, он это не смотрит. Почему я должна это все изучать? Это его проблема. И себя так тормозило и переставало спасать. Его родители, его мать, его отец, как-то участвовали в его спасении? И речь идет сейчас не о закрытии долгов. Они пытались, наверное, как умели. Но я считаю, это в корне неправильный подход. Они его просто пытались закрыть, ограничить. Они забрали у него телефон, компьютер, карточки. Все карточки у него, у мамы на телефоне. То есть у него своих денег вообще нет. Ему вот выдают на проезд. Он даже там не может не перевезти ничего, ни налички у него нет. У него вот подорожник есть, он по нему ездит. Но по мне так это вообще не решение проблемы. Это избегание проблемы. То есть она же намного глубже. Как только ему вернешь телефон, он опять поставит. То есть это не меняет ничего. А почему они не хотели его забрать какому-нибудь специалисту? Потому что это повредит репутации семьи. Для них очень важно, что скажут люди. Была даже ситуация про банкротство. Это, ну просто вот я тебе расскажу, она проиллюстрирует отношение людей к тому, что скажут люди. Когда я села, посчитала его долги вместе с микрозаймами, их там оказалось штук 50, наверное. Причем небольшими суммами. В общем, я выписала все это в экселевскую табличку, посчитала все его долги. Тогда долг перевалил за 3 миллиона. Я понимаю, с зарплатой, ну грубо говоря, сотку. Ему закрывать 3 миллиона, это ну нереально. За него закрывать тоже нельзя. И надо как-то выходить из ситуации. Я стала думать, причем, блин, опять я, не он. Я думала о том, как это решить. Я говорю, слушай, давай рассмотрим банкротство. Потому что, ну это, в принципе, достаточно популярная процедура у лудоманов, насколько я потом узнала. И она абсолютно законна, легальна. Да, я стала смотреть, как это вообще его ограничит. То есть, раз в жизни ли это можно делать? Ну, потому что ситуации разные в жизни бывают. Вдруг там кто-то чего-то заболеет, ему снова придется. Нет, это не раз в жизни, это там раз в 5 лет, по-моему, ты можешь банкротиться. То есть, это не какой-то такой супер шаг. Он несложный, он самый логичный выход. И я ему это предложила. Он такой, слушай, да, хороший вариант. Я пишу его маме. Говорю, вот я посчитала долги. Говорю, наверное, ему надо банкротиться. Это единственный адекватный выход. И тут его мама прорвало. Она сказала, что банкрот – это человек второго сорта. Это не люди. Это… Причем она юрист. То есть, ну, ты хочешь просто превратить его в овощи. И тебе нужны только его деньги. Я вот это все слушала, слушала. Ну, точнее, читала. Я поняла, что, ну, для меня это все край. Я не буду с ней больше общаться. Не буду с ней больше коммуницировать. Я ее заблокировала просто. Но вопрос так и остался нерешенным. Я говорю своему мужу, ты сам как считаешь? Говорит, ну, по идее, надо банкротиться. То есть, у него такое чувство, что не было своего мнения на этот счет. Вообще никакого. То есть, он вот слушал, что ему говорит мама, что ему говорю я. И он вот метался между двух огней и не знал, как сделать лучше. Нередко случается так, что, приняв решение освободиться от игровой зависимости, мы так и не знаем, с чего именно начинать. Путь реабилитации очень непростой и требует немало времени. И очень важно, чтобы за этот период было как можно меньше триггеров, которые могут вернуть вас обратно в игру. Одной из основных причин возврата являются необъятные долги, с которыми человек сам не в состоянии разобраться. И только решив эти проблемы, можно всерьез заняться подорванным здоровьем и разрушенными отношениями. Во всем этом вам поможет команда профессионалов из юридической компании «Я вправе». Эта компания занимается оказанием услуг в рефинансировании, оспаривании высоких процентов, накрученных микрофинансовыми организациями, списанием неподъемных долгов, а также решают вопросы, связанные с коллекторами и приставами. Переходите по ссылке в описании и получите первичную бесплатную консультацию и скидку в 10% на дальнейшие услуги, указав в заявке или озвучив по телефону промокод МЕТАТВ. «Я вправе» означает, что ты вправе. Доверь свои проблемы профессионалам. Как все эти веселья и приключения, естественно, в кавычках, стали сказываться на тебе и твоем здоровье? У меня была стадия отрицания очень долго. Еще когда первый раз мы отменили свадьбу, для меня свадьба – это была прям детская мечта. Я очень эмоционально вложилась, тут еще и встретила человека, с которым хочу прожить всю жизнь. Мы собирались детей заводить после свадьбы. То есть вообще все очень классно было. И я хотела, чтобы один раз на всю жизнь, чтобы мне шили платья под заказ, заказывали кольца с гравировкой по своему дизайну. В общем, я прям жила вот этой мечтой весь год. И потом он у меня эту мечту забрал. И я прям, во-первых, учительно злилась. Я очень была расстроена. Я отрицала. Такая, нет, все равно давай отметим свадьбу. Хотя я понимала. И когда мне папа сказал, говорит, я не могу тебя везти к нему под алтарь, передавать ему, вот на данном этапе нет, говорит. Ну, я просто не смогу этого сделать. Я его поняла. И тогда у меня немножко начали плыть нервы. У меня было такое, что я просыпалась, у меня зажаты челюсти настолько, что у меня уже виски болят. Я поняла, что без помощи я уже не вывожу. Была очень жуткая депрессия, мысли о суициде. У тебя были мысли о суициде. Да, что жизнь кончена. Причем почему-то я очень всегда боялась, что он что-то с собой сделает. Хотя он ничего подобного не говорил. Но вот он поставил, психанул, ушел. Я сижу и думаю, все, он сейчас пошел вешаться 100%. И я сижу, переживаю, накручиваю себя. А он еще все отключает. У меня начинаются панические атаки. Это очень неприятная штука. У меня истерика, я плачу, меня трясет. И, короче, в таком состоянии я прожила несколько месяцев. То есть потом даже пришлось мне обратиться за психиатрической помощью, потому что я понимала, что сама я не вывожу. Я что-нибудь себе там сделаю. Потому что мне хотелось вернуть все, как было. Но я понимала, что тот человек, которого я знала, он умер. Потому что сейчас это совершенно другой человек. А тот, который был мне близок, дорог, его уже нет. То есть, по сути, это как смерть близкого человека, скажем так. Я очень надеялась, что он сможет вернуть того человека, которого я знала. Но сейчас уже приходит стадия принятия. И, собственно, два месяца в психиатрической больнице, где меня просто накачивали транквилизаторами, седативными препаратами, потому что я не вывозила эту жизнь. Я хотела просто проснуться, когда это все закончится. То есть, чтобы меня ввели в кому какую-нибудь. Я проснулась, и это все закончилось. Потому что с каждым днем становилось только хуже. Всплывали какие-то новые долги. И я все больше приходила к мысли, что, ну, все. Стадия отрицания падала. И, в общем, не вывозила. Ты какое-то время лежала в психиатрической больнице? На дневном стационаре, ну, да. То есть, я каждый день туда приезжала. Мне давали препараты, со мной работали психотерапевты. И, собственно, мне хотели положить в стационар. Но я понимала, что... Да, мне будет, наверное, хуже. Я писала отказ. Потому что, когда есть суицидальные мысли, не имеют права вообще класть дневной стационар. Должны положить в обычный, потому что это опасность для жизни. А мне еще были... Ну, не скажу, что попытки, но я пыталась себя порезать. Просто как-то заглушить ту боль моральную. Заглушить физической. Потому что, ну, просто уже не знаешь, куда себе деть. Особенно, когда вот очередная ставка, он уходит. Ты сидишь, гадаешь, что он сейчас там делает. Он не пытался с тобой поговорить после всего этого? Пытался. Ну, он ничего толком не мог сказать. Единственное, что он сказал, если я еще раз поставлю, уходи. Говорит, не терпи это, пожалуйста. Я не хочу тебя за собой тянуть на дно. Я должен сам с этим разобраться. Возможно, там, через какое-то время мы снова пообщаемся и сойдемся. Но сейчас, говорит, не надо тебе туда. Это все, что... То есть он спокойно согласился на развод. Мы вместе съездили. Заг спокойно развелись. То есть никаких там останься, я исправлюсь. Ничего. Он понимал, в какой он плохой ситуации. Вот расскажи как раз про развод. Как и в какой момент ты, как я понимаю правильно, именно ты приняла это решение? Мне захотелось себя как-то обезопасить, когда уже коллекторы начали звонить мне. Я не знала, чем вообще это может закончиться. То есть плюс у меня были мысли взять квартиру. И я понимала, что если я сейчас в браке ее возьму, это что мне потом? Делить ее с ним? Закрывать его еще долги? То есть это был скорее вот шаг с разводом. Он был именно для галочки, скажем так. Что я себя обезопасила. С расставанием там уже сложнее история. То есть мы как бы развелись, но не расстались. То есть мы продолжали общаться, мы разъехались, да. Но он приезжал там практически каждый день после работы. И все как бы было окей. То есть мы продолжали оставаться в отношениях. Просто они были как в начале, когда мы еще не жили вместе. Вот, собственно, и все. Без обязательств? Ну, нет, почему? То есть у нас была некая договоренность, что мы есть друг у друга, больше нет никого. Но мы как бы были в разводе. Вот как раз таки с точки зрения именно безопасности моей. Он это поддержал, мы продолжали оставаться вместе. Он там боролся со своей проблемой отдельно от меня так, чтобы я этого не видела. Что на сегодняшний день у вас? Мы расстались. Его мама, в принципе, всегда лезла в наши отношения. Просто раньше меня это как-то не очень касалось. А сейчас она получила полный контроль над ним, легальный. То есть из добрых побуждений, что она хочет, чтобы он вылечился и все такое. Она уже стала переходить все границы, там, шерцы у него по карманам, еще что-то. Запрещала ему со мной общаться, как бы, человеку 28 лет. Ему запрещают общаться с кем он хочет. Ну, как бы, для меня это уже трэш какой-то. Но, что стало пиком этой ситуации, у меня сестра заметила, что вот мой уже бывший муж смотрит ее сториз в Телеграме. Она говорит, а как, что, ему телефон выдали? Я говорю, вообще нет, не знаю. Я пишу ему смс-ку на его кнопочный. Говорю, а что ты в Телеграме сидишь? Он такой, не, наверное, мама зашла. Говорю, странно, что у нас твой Телеграма сидит, как бы. Он говорит, ну, не знаю, слушай, поговорю. На следующий день я ночью захожу, она просматривает, ну, то есть с его аккаунта просматривает мои истории. Я думаю, я так разозлилась, думаю, блин, ну, там же не только твоя переписка, там и мои какие-то личные вещи. Ну, типа, мне не ок, что твоя мама читает. Учитывая, сколько там она мне гадостей в течение отношений делала. То есть тут я вообще не знала, что от нее ожидать, как она может воспользоваться этой информацией. И я решила немножечко ее проучить. Я нашла в интернете фотку положительного теста на беременность. Написала, типа, ему. Я знала, что она откроет наш чат и прочитает. Но она всегда отрицала, что она читает наши переписки. А тут она бы не смогла промолчать. Я написала ему, типа, нам нужно серьезно поговорить. Я сделала тест, там. И так смешно, что она мне ответила смайликом, улыбочкой. То есть, ну, от его имени. То есть, наверное, она так наше общение представляет. Я беременна. Класс. Ну, типа, наверное. Я думаю, может, она не поверила. Я пишу, я серьезно, я там записалась к врачу. Пойдешь ли ты со мной? То есть, ты понимала, что вместо твоего бывшего мужа с тобой говорит твоя свекровь? Да, по сути, да. То есть, я это поняла так, что она постоянно была в сети. Она, скорее всего, читала наш чат. И мне было максимально не ок. То, что, в принципе, она читает переписку. Я могла просто удалить переписку и все. Но сам факт, что он меня не защитил в тот момент, я защитила себя сама таким образом. И, естественно, она его разбудила в 5 утра. Скатила в скандал. Как ты мог? Ну, не знаю, какого ответа она ждала. Но суть в том, что после этого он на меня обиделся. И я была в шоке. И я после этого перенесла там мини-операцию косметологическую. И она у меня достаточно тяжело прошла. То есть, были отеки, у меня была температура. Я ему об этом написала. Он ни разу не приехал, не позвонил вообще. То есть, и когда он потом уже приехал, когда я уже выздоровела, я говорю, а чего ты не приезжал-то? Он говорит, я был на тебя зол. Я говорю, а за что? А зачем ты моей маме написала, что вот, типа, ты беременна? Я говорю, вообще-то я писала это тебе, не твоей маме. Как бы то, что она читает. Ты за это на меня обиделся, что она читает? Тут меня просто бомбануло. Мне кажется, я впервые на него голос повысила за все наши отношения. Потому что для меня такая дичь. Ну, как это? Ты взрослый человек, ты позволяешь такое творить. Пускай там это твоя мама. И такое чувство, что у него уже какой-то так Гольмский синдром. Когда она же хочет как лучше. Она просто должна контролировать, не напишут ли мне коллекторы. В нашем чате, серьезно, должны коллекторы написать или как? Ну, короче, после этого я психанула. Я говорю, я устала от того, что у нас в отношениях трое. И я не хочу этого всего. Для меня это уже, ну, все, ну, но. Я говорю, и расстаемся мы не из-за лудомания. Мы расстаемся из-за твоей мамы. Я все готова стерпеть, но не это. Что такое в твоем представлении лудомания? И может ли, на твой взгляд, каждый человек стать лудоманом? Интересный, кстати, вопрос. Я думала над этим. Лудомания для меня, когда человек признал, что у него, он не может остановиться. То есть человек может ставить, но так, чтобы это не было способом заработка. Как только лудоман начинает, ну, человек начинает воспринимать это как способ заработка, он становится лудоманом. Я считаю, вот так. И не любой человек сможет, может стать лудоманом, потому что у всех очень разные отношения к азарту. Вот, ну, не знаю, я росла с младшей сестрой, мне всегда приходилось уступать, для меня проигрывать, ну, это ок. И если бы я поставила, ну, я так думаю, я, конечно, не рисковала, не хочется. Если бы я поставила ставку, и даже если бы я выиграла, да, потом бы проиграла, я бы не подсела, я уверена почему-то. Вот мой папа, например, не подсел бы. Множество моих друзей, у которых достаточно развита логика, да, математические какие-то способности, я думаю, что они бы не подсели. Его погубила вот эта вот бесхребетность, которая идет у него из детства. Я так думаю, что если бы не это, он бы не стал лудоманом, даже если бы столько раз там выигрывал. А как ты думаешь, есть какие-то ошибки, которые ты допустила в этой истории? Да, я закрывала долги, я в ущерб себе, скажем так, давала все, что у меня было, пытаясь спасти человека. Я считаю, это такое мини-предательство в свою сторону, что я сама себя не смогла защитить. В остальном, в течение его болезни, я пыталась его поддерживать всячески. Дарила там даже какие-то маленькие подарочки на мини-даты, там 10 дней без ставок, вот. Получи красивую футболочку или там наживку для удочки, или там какой-нибудь ужин праздничный. То есть я считаю, что я сделала все, что могла, и мне нужно было это сделать, потому что иначе я бы себя винила как-то, как же и в горе, и в радости. А тут я реально сделала все, но не помогло. А кроме закрытия долгов и решения финансовых проблем, были другие ошибки? Хотела сейчас сказать, так это неосознанно, что я не отвела его к психотерапевту, потом думаю, а с чего я должна его отводить к психотерапевту? Я что, мамочка? Ну, ему бы она не помешала. Но понятно, что я его реально не могу отвезти к психотерапевту. А мама не хотела отвезти? Его? Не знаю. Нет, она, кстати, психотерапевтов она считает шарлатанами, и ходят к ним конченые люди, цитата. Психотерапевтам? А к кому нужно ходить? К врачам квалифицированно. Она не считает психотерапевтов за врачей, типа, нарколог, психиатр. Нет, ну, психиатра это стыдно уже, к нему ходить нельзя. Нарколог. А к наркологу не стыдно? А, не знаю. Я не понимаю эту логику, я перестала в ней разбираться. Ты уже сказала свою точку зрения, отвечая на вопрос про лудоманию, но я хотел бы, чтобы еще раз более детально мы поговорили о том, почему, на твой взгляд, люди начинают играть в азартные игры. Слушай, мне кажется, причин может быть много, но вот конкретно в моей ситуации это ощущение отсутствия ответственности, скажем так. То есть вот он, как нашкодивший ребенок, вот он побаловался, чего-то не получилось, он пришел там, поругайте меня. Ну, то есть, ну, вот такой вот подход. Вот. И изначально я думаю, что это проблема именно из детства, когда человек не отвечает за свои поступки. Ему не приходится отвечать, за него разрулят родители. Просто, не знаю, вот у меня папа воспитывал как, что если я что-то сделала, я несу за это ответственность. И у меня не было других вариантов. Там даже, когда я в детстве заняла у своей крестной там какие-то 30 рублей, сходить там в игротеку у нас там была. И я рассчитывала, что родители за меня дадут как бы, ну, чего. И потом тетя пришла, что-то просто сказала, она не собиралась забирать там эти деньги. Папа сказал, копилку пошла, разбила и отдала эти деньги, потому что ты их занимала, не я их занимала. И вот такой вот подход у меня, в принципе, было в воспитании, что ты что-то сделала, ты за это отвечаешь. А у него нет. У него так, сиди, не отсвечивай, я все решу. Я думаю, что вот это вот именно помогло развитию зависимости. И первый выигрыш крупный, если вначале выигрываешь, говорят, что подсаживаешься. То есть, несмотря на то, что ты девочка, родители, в частности, отец, с детства тебя приучали к ответственности? Да, все верно. Если я чего-то хотела, например, создать свою группу, мне было 12, я хотела музыкальную группу, как Ранетки, мне папа сказал, сходи в Дом культуры, договорись с директором. Я такой, мне 12, сходи со мной. Он такой, нет, это тебе надо, иди сходи. И мне приходилось идти, и так мы организовали группу. Я очень благодарна, на самом деле, за вот это, и считаю это правильно, чтобы ребенок понимал, что за все, что происходит в его жизни, ответственен только он сам. В том числе, вот в этой ситуации, я понимала, что если я себя не спасу, не уйду из отношений, меня не спасет никто. И мне самой нужно принять это решение, как бы там тяжело это ни было, но кроме меня этого никто не сделает. А у него нет такого ощущения. То есть, он ждет, что сделает кто-то за него. Ты рада, что у вас нет общих детей? Конечно. Я реально благодарю Бога, что мы не успели отметить свадьбу. Я же хотела раз в жизни, то есть, побыть в свадебном платье, вот это все, и завести детей, потому что детей мы планировали после свадьбы. Если бы они были, я не знаю. У нас есть животные. Я очень боялась, как мы их будем делить. У нас кошка, собака и три белки Дэгу. И когда мы стали думать, ну, сейчас он переехал к маме, там, в принципе, очень мало места, и поэтому вопрос с животными даже не стоял. Я очень рада, что они все остались со мной, дети с матерью. Вот. С детьми я вообще не представляю, как. Марина, дай бог, у тебя будут дети. Ты уже сказала про прививание чувства ответственности, но, на твой взгляд, как нужно воспитывать детей в современных реалиях и объяснять и доносить им о том, что у азартных игр бывают очень опасные последствия? Я считаю, что с ребенком нужно разговаривать на равных и объяснять ему точно так же, как объяснял бы взрослому человеку. То есть показывать какие-то истории, что-то... И да, давай снести ответственность за то, что он делает. Даже если он с кем-то там во дворе играет там в карты на деньги, в фишки у нас там раньше были. Окей, пускай, но это будут его карманные деньги. То есть чтобы он понимал, что он может это делать, но он сам будет это все разгребать. Я вот такого вот придерживаюсь. И собираюсь детей воспитывать именно так. Марина, у нас блиц. Я задаю вопросы, и нужно по возможности коротко и быстро отвечать. Можно сказать, что ты хорошая девочка и не заслужила всей истории, которая с тобой случилась? Да. На твой взгляд, женщина может быть главной в семье? Может, но мне бы не хотелось в своей семье такого. Есть что-то, на что ты не готова пойти ради денег? Конечно, много всего. Это, не знаю, проституция банальная. Нет. Главное качество, которым должна быть наделена образцовая женщина? Понимание, мозги. Если есть мозги, будет все остальное. Ты бы хотела быть счастливой, но при этом быть дурочкой? Не уверена, что смогла бы, что мне было бы так комфортно. Твое одно самое лучшее качество? Ну, мне говорят, что есть такое, что люди ко мне прислушиваются, и, значит, я могу нести в мир что-то хорошее и помогать как-то людям. Твое одно самое худшее качество? Я капризная. Какой человеческий проступок ты никогда не готова простить? Неуважение. Я вообще не прощаю неуважение в свою сторону, я сразу же обрубаю все контакты. Мне многие говорят, что так неправильно делать, людям надо давать второй шанс. Но как только я чувствую, что человек сел мне на шею, я такая, все, извини, пока. Кто самый главный человек в твоей жизни? Папа. На данный момент папа, но хотелось бы, чтобы у меня был мужчина, на которого бы я смотрела так же, как на папу. Чего ты больше всего боишься в жизни? Потерять близких. Есть ли ошибки в жизни, которые уже нельзя исправить? Я думаю, что пока мы живы, можно исправить все. С каким мужчиной ты никогда не захочешь отношений? С инфантильным. У тебя есть лучшая подруга, с которой ты сплетничаешь и советуешься в главных вопросах своей жизни? Да, есть, но их даже несколько. Но я никогда не принимаю их мнение за единственную истину. Например, у меня подруга сказала, что у меня вот это платье выглядит как медицинский халат, и чтобы я не смела его надевать на интервью. Это как, сорян, это твое мнение. Ну, типа я прислушиваюсь, но в итоге решу сама. Ты бы отложила вопросы чести в сторону и дала предпочтение деньгам, если бы знала, что вся история останется в тайне? Нет. Мне же потом с этим жить. Мне-то зачем? Блин, у меня нет такой нужды в деньгах, серьезно. Прям как-то я к ним очень спокойно отношусь. Были вопросы, на которые ты неискренне отвечала? Нет. Зачем? И в завершении. Бог есть или Бога нет? Есть. Марина, и по традиции в конце нашей беседы я бы хотел, чтобы ты дала свой совет всем девушкам, женам, матерям, всем созависимым. Если человек не хочет спасаться сам, если он для этого ничего не делает, нужно пересилить себя и перестать ему помогать. Не оправдывать, что вот сейчас он, сейчас я ему чуть-чуть помогу, и дальше он сам. Нет, он должен сам очень сильно захотеть, и тогда ты можешь его поддержать. А так, неблагодарное это дело. Помогать людям? Помогать лудоманам, которые не хотят, чтобы им помогали. А как понять, что они не хотят? Они ничего для этого не делают. Ты пытаешься включить видео, посмотреть с ним, да, про лудоманю. Ой, давай потом, давай что-нибудь веселенькое посмотрим. Ну, вот пример. Ты там читаешь книги на эту тему, говоришь, почитай ему. Да, потом почитаю. Ну, вот это явные признаки, что человек не хочет с этим разбираться, и почему тогда я должна хотеть? Среди созависимых есть мамы и есть жены. Ты выступаешь с позиции жен. Как быть этим людям, женам, которые понимают, что их мужья, их молодые люди не пытаются как-то измениться? Уходить. И прям, ну, это, возможно, категорично. Мне очень многие говорили, уходи, дальше будет хуже. Я такая, нет, это не моя ситуация. И он еще такие громкие слова говорил, знаешь, типа, они просто меня не знают. Они живут по своему опыту. А я смогу. Они не смогли, а я смогу. Но видя конкретные действия, если человек видит, что другой человек ничего не делает для того, чтобы вылечиться, только уходить, спасать себя, потому что ты у себя одна. Все. Большое спасибо. Спасибо, что приехала из Санкт-Петербурга, чтобы поделиться своим опытом. Я знаю, что для тебя это важный поступок, и ты в этом видишь большую миссию в помощь другим женщинам. Надеюсь, что кто-то посмотрит это и уйдет раньше, чем разломает всю свою жизнь. Все, удачи. Санкт-Петербурга